конечно если к вам залезла в квартиру ядовитая змея тайпан всегда атакует первым а даже на тебе за нос укусит ничего страшного не будет имитирует ядовитую змею которая называется аспид привет всем салют кто нас смотрит сегодня у нас продолжение нашей эпопеи за столом мы сегодня с тимофеем знакомим вас с небольшой но красивой и змейкой мы сейчас мы будем думать ядовитая она или не да и не ядовитая тимофей как ты считаешь она ядовитая точно нет она не ядовитая почему потому что у нее скорее всего не поместится она не ядовитая ведь у ядовитых змей более треугольная форма головы а у этой более овальная ну это конечно тоже правильно но эти змеи они точно такие же как и ядовитые только разница у них в том что у ядовитой змеи вот здесь не не черная а белая а черная идет за белым а здесь наоборот головка черная а потом идет белая так она ядовитая или нет ну наверное если бы она была ядовитая я бы так руки не брал это королевская змея или их еще называют их много видов их называют молочные змеи королевские забавка можно сказать она имитирует своей окраской вот такой чередущей белая черная красная белая черная красная имитирует ядовитую змею которая называется аспид угрожает типа да вот это называется мимикрия да я знаю каракатицы еще переливаются белыми и черными цветами чтобы сказать я агрессивен ну у каракатицы просто она такая отпугивая все и у нее такое поведение вот она чернила пускает она просто притворяется своей окраской показывает что она ядовитая но она подбирается пока но она но она да она делает вид что она опасная вот такой окраски но вернее это не она сделает вид это ее такую природа природа точнее господь вот ее она такая вот с рождения вот хотя она не ядовитая вот и заставить ее укусить и очень сложно она даже не хочет кусаться вот ее просишь вот открой ротик укуси она не кусается вот у нее нету зубов ядовитых вот она не хочет вот и рот о кусает меня вот 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 она меня ест ну что-то не сильно она меня съела ну в общем вот я вижу у нее от достаточно сильные мышцы ну у нее мысль сильные для того чтобы задушить другую змею потому что они в природе приводит кобра тоже да да они как и кобры в природе кушают других змей и ящериц ну могут кушать и мышек но у нас они кушают крыс мелких маленьких или мышек да маленьких потому что конечно змеями мы кормить их не можем у нас нету лишних змей которые можно было бы скармливать другим змеям ну в частности королевским это называется королевская змея кэмбелла а можно я возьму в руки может взять руки хорошо главное чтобы она не упала за лада следить ты очень красивая и избиваешься ну кормить мы ее тут не будем на прямо сейчас то что наверно могут смотреть маленькие дети и это может повлиять им на психику потому что они кушают мышек и крысок да и кому-то может быть очень жалко ну в природе так все сделано что одни животные кушают других животных но это сделано для того чтобы был баланс да потому что в основном кушают хищники и змеи кушают животных которые могут быть больные не могут убежать вот и те змеи и те животные которые мышки крыски остаются в живых они дают более жизнеспособное потомство и тем самым укрепляется популяция этих грызунов или других животных которыми питаются хищники у нее очень хороший позвоночник например вот так своим хвостом вцепилась в меня хорошенько все я теперь ветка а как ты тебе вообще думаешь почему люди большинство людей не любят змей боятся их убивают при случае чего они так себя ведут агрессивно к змеям хотя змеи большинстве случаев не ядовитые да некоторые люди думают что они все ядовитые и еще у змеи очень дорогая кожа не но мы не будем говорить и своих берут там на какие-то сапоги сьют или кошельки я говорю о том что люди почему люди боятся змеи в основном они убивают их не потому что они кошельки с них хотят и кожу снять а потому что они их боятся ага из-за страха да да почему они их боятся ну не знаешь почему люди боятся змеи вот ты ж тоже боишься правильно смотря каких ядовитых да и больших которые способны меня убить а вот таких вот маленьких они даже особые укусить сильно не могут ну а чего же люди вот говорят у нас на украине говорят медианка ядовитая есть хотя она не ядовитая кстати медианка не разбирается в змеях ну правильно кстати медианка это тоже родственник очень близкий родственник королевских змей наша медианка которая живет у нас на украине ну и в россии живет ну медианки довольно широко распространены вот то есть медианка она тоже питается мелкими змеями и ящерицами и она тоже не ядовитая она душит ловит змейку маленькую или ловит ящерицу хватает ее душит и проглатывает но она не ядовитая использует метод удушья также как и удав да ну мы так и него не выяснили почему все таки люди плохо относятся к змеям и какие есть у тебя варианты почему люди относятся плохо из-за страха и того что не разбираться в них правильно от всего у них этот возникает страх есть за причина этого страха потому что есть достаточно много ядовитых змей опасных да и наверно люди с древних времен думаю что все они такие да что змея 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 неважно ядовитая на линии ядовитая в основном для людей это все змеи ядовитые вот но это неправда и змеи совершенно не не виноваты что они змеи вот и они также имеют такие же возможности к жизни и таки как и все животные как и кошечки собачки то есть человек по большому счету не вправе лишать жизни даже змей конечно если к вам залезла в квартиру ядовитая змея там допустим если вы живете где-то в тропиках где есть кобры то ее надо поймать во первых аккуратно и выпустить на волю ну если есть там какие-то службы которые можно вызвать и они его выловят то конечно лучше так сделать но даже даже если вы будет безвыходное положение и эта змея там начнет нападать на вас хотя вряд ли все змеи даже ядовитые даже кобры они нападают в том случае если вы их преследуете неправда 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 тайпан всегда атакует первым всегда да если я полез и иду это за мной будет тайпан гоняться ну там где он обитает он нападет ну я думаю что он нападет в том случае если я очень близко к нему пройду мимо него или или очень уж близко буду к нему это он нападет не для того чтобы меня укусить а чтобы меня испугать потому что все змеи нападают чтобы укусить только на тех животных на которых они охотятся они охотятся они кушают только или для защиты или для для защиты и для еды но для защиты они кусают только тех кто их пытается поймать или убить думаю вот но вообще змеи очень если брать разговор идти о полезности люди привыкли змей ну вернее всех животных любить люди решили с давних времен делить на полезных для человека животных и для вредных вот то есть почему-то змея считается вредным животным хотя даже ядовитые змеи их яд используется в медицине делают мази разные лекарства вот а с другой стороны ведь змеи змеи питаются можно сказать вредителями теми же крысами мышами которые портят зерно портят домах в огородах всякую зелень растительность помощник природы да вот так вот змею нельзя змея нельзя смотреть то есть лицом к морде змея нельзя смотреть особенно крупным потому что даже змея не ядовитая если она видит глаза она понимает что это ну кто-то ее это чье-то морда там хищника то есть если она видит глаза она будет бросаться в эту сторону даже если она не ядовитая ручная может броситься потому что она воспринимается да она испугается воспримет что к ней приближается опасность глаза это значит близко хищник близко его голова близко рот и он сейчас ее может укусить и она может укусить первой так что змею змею прямо вот так себе вот перед глазами чтобы голова змея такая сам маленькая змея даже на тебе за нос укусит то ничего страшного не будет а если ты так будет большого питона держать и он тебе схватит тебя за лицо то будет очень много так сказать крови потому что у питона очень длинные зубы хоть и не ядовитые тех кто смотрит этот ролик напишите по какой причине люди так в большинстве своем так плохо относятся к змеям напишите в комментариях кто боится змей и кто не боится змей кто не боится тот молодец в следующих видео про змеи мы еще интересных покажем расскажем ну и увидимся в следующих видео до скорых встреч и не бойтесь змей даже ядовитых всем пока